Всем привет! С вами снова Слава и Дружи Обломов. Давайте сделаем обзорчик на заведение, у которого есть доставка. Как ни странно, да? Удивительно, что я делаю обзор на заведение, у которых есть доставка. Ну, надо же. Так вот, заведение называется «Ля Катрина». Вот, у них есть вот такой вот сайт «Ля Катрина». Вы знаете, это мексиканское какое-то заведение. У них там есть этот культ мертвых. Они там ходят на кладбище. Был какой-то даже мультик про мертвых в... Как же его? Да-да-да-да-да. Вот это. Ну, не важно. «Ля Катрина». Новый современный ресторан мексиканской кухни на Петроградской стороне, в котором вы окунетесь в атмосферу солнечной и гостеприимной Мексики. У нас вы можете попробовать как классические мексиканские блюда, так и блюда в авторском исполнении от нашего шеф-повара. Меню бара порадует вкуснейшей клубничной маргаритой и разнообразием коктейлей. Все. На самом деле, они могли бы не писать этот текст. Это примерно... Этот текст создан чатом GPT. Из серии «Ну, у нас вкусненько, приходите». Пока что к особому выпендрежу претензий нет. Че по ценам? Сейчас скажу. В чем всегда проблема с мексиканской кухней? Она не доезжает. Она никогда не доезжает. Там все время какие-то такосы, какие-то там кесадилии, вот это вот что-то все время хрустящее. И обычно оно не доезжает. Там здоровенные буррито с сочными-сочными бобами внутри, которые прямо вытекают. И все это раскашивается, и все это разжиживается. Поэтому вопрос, скорее всего, будет только к приезду еды адекватный. Потому что по ценам здесь, ну, во-первых, фахитосы стоят 750 рублей. Ну, окей. Буррито стоит... Ну, сколько может стоит буррито в ресторане? Шестьсот? Пятьсот семьдесят. Ну, типа, вот, вот, Серега не видел, что здесь написано, мы цены пишем на досочке, для того, чтобы я мог быстро их читать. Он сказал шестьсот, сколько он предположил. Оно стоит пятьсот семьдесят. То же самое. Сколько может в рейстике стоить бургер? Бургер? В рейстике. Бургер в рейстике, ну, типа, вот, пятисот девяносто. Ну, типа, вот, Серега, сколько видел славных обзоров. То есть, цены средние. Это не очень мало, не очень много. Поэтому давайте посмотрим, что приехало. Давайте не тянуть, потому что, собственно, еда уже стоит за кадром. Так, Машунь, чем я хлопаю сегодня? Ушами? То есть, спонсором. Ушами? А, спонсором? Черт подери, а сколько у нас, сколько у нас, какая у нас сумма заказа сегодня, Машунь? Пять пятьсот. А спонсор сегодняшнего видео? Народ, вы знаете, сколько славных обзоров я снял из Шри-Ланки, с Бали, из Вьетнама, из Испании. Я даже в Чехии побывал. И при всем этом, не поверите, я ненавижу путешествовать. Хотя, нет, не так. Я люблю путешествовать, типа, новая еда, новые запахи, новые впечатления. Все это я обожаю. Я просто ненавижу все, что связано с организационными моментами. И все эти проблемы решает приложение One Two Trip. Забронировать отель или апартаменты? Да. Билеты? Да. На самолет? Да. На поезд? Да. Все, что угодно в одном месте. Там даже экскурсии можно забронировать. И все это, в том числе и все зарубежные брони, оплатить российской картой. Они даже напомнят вам о вылете, потому что если вы такой баклан, как я, вы можете просто забыть. И все это, включая скидки, акции и кэшбэки. Например, кэшбэк до 15% с каждой брони. Или скидка до 37% на отеле в течение пяти дней после покупки билетов. Короче, кайф. Если вы одновременно и любите путешествовать, и любите новые места, но ненавидите, когда все разбросано под десятку разных сайтов и приложений, качайте приложение One Two Trip. Ссылочка в описании. Удобно, доступно и выгодно. То, что сейчас нужно. Огромное спасибо спонсору сегодняшнего видео. А я сейчас хлопну. Я сделаю вот так. Так. Вот и оно. Один пакет. Но там большинство всего... Блин, неплохо. Салфеточек. На 5 тысяч. На 10 тысяч я бы сказал, что мало. Но на 5 тысяч. Это неплохое количество салфеток. Самые дешевые ложки-вилки навалили от души. Вот. И это нормально. Я ничего не имею против дешевых вилок, ложек и всякого такого. Я имею что-то только против самых дешевых палочек для суши. Потому что в них обычно занозы. Которые вы ставите себе слизистые. Вот. И все. Ну и все. Все остальное упаковано. Это понятно, что бургер. Например. Это как бы непонятно что. Но оно подписано. И как всегда почерк всех, кто что-то подписывал. А что бурри-то такое маленькое? Я просто обычно привык, что бурри-то это как две шавермы. Такой кирпич. Это кирпич. Просто кирпич. А здесь я бы сказал, что это микро шаверма. А это бурри-то говядина. Оно прям... Ну вот так вот. А сколько оно должно весить? Сейчас, секунду. 350 грамм? Давайте-ка. Давайте-ка сразу. Вот так. Вот так. Ну сейчас. В граммах показывай. Так. Так. Тара. Ноль. Должно быть 350 грамм. Ну ладно. Начнем мы все-таки, наверное, с бургера. Итак. Бургер. Это бургер за 600 рублей. Точнее за 590. Завернут он по всем заветам дедушки Ленина. То есть и фольга есть, и бумага. Но. Первое. Данный бургер должен весить 400 грамм. Что-то мне подсказывает, что нет. Вот чисто я вот так держу его. Нет. Это во-первых. Он не весит 400 грамм. А во-вторых, сейчас вы видите фотку, как он должен выглядеть. То есть он должен подаваться со здоровенным перцем, воткнутым сюда. Я понимаю, что его нельзя так довести. Но я ожидал, что перец будет либо как-то приложен, либо приложен в какую-то отдельную упаковку. Но мы все раздербанили, никакой отдельной упаковки нет. Поэтому, ну у нас просто... Ну, это просто бургер с чеддером, с несколькими кусочками колбаски и с помидором. Тут даже и сказать нечего. Ну ладно, Серега, скажи ты громче. Бургер выглядит, мягко говоря, ну не очень. Потому что он не блестит, у него нет никакой ни брелошеской булочки, ничего. И котлета, она на вид, как будто бы она пересушена раза в три, чем нужно. Дай-ка посмотрю. Ну, кстати, нет. Она более-менее даже вроде сочная. Не, она розоватая, но это она сухая, чувак. Ну ладно. Попробуем. По вкусу это как Big Tasty. Нет, не Big Tasty, второй. Может быть Big Mac. Но котлета здесь посуше и потолще. И есть колбаски. Но что-то мне подсказывает, что Big Mac не стоит 600 рублей. Народ, это неплохой бургер, он ультрапосредственный. И лучок здесь хрустит, и помидорчики есть. Но здесь нет там, нафиг, карамелизованный лук, не, не слышал. Вот пару колбасок приложили. Ммм, колбаски вкусненькие. Блин, сколько сейчас стоит Big Mac? Народ, мы сейчас чекнули. Big Mac, он же сейчас... Вкус очка, вот это вот все. Он же Big Heat сейчас стоит от 160 рублей. И для Макдака 160 рублей, это достаточно дорогая позиция. Ну, типа там, картоха стоит дешевле. Обычные всякие стоят дешевле чизбургеры. А здесь примерно такое же, но котлетка поплотнее, чем в Big Mac. Макдак и просто колбасок добавили, стоит в сколько? Три с половиной раза дороже? Ну ладно, ресторан есть ресторан. Народ, меня все время щемят за то, что я, типа, сравниваю все с шавермой. Типа, лучше купить шаверму. А вот шаверма за 200 рублей, а вот шаверма там за, ну, дешевые, там, по 160 можно найти. Ну, хорошо, обычная шаверма стоит 220-240 рублей. Вот шаверму бы я купил. Но дело в том, что когда ты приходишь в ресторан, то ты не докапываешься до этого. Ты понимаешь, за что ты платишь. За антураж, за посидение там, за официантов, за там Wi-Fi, за туалеты чистые там, да, вот всякое такое. Это просто очень-очень дорогой посредственный бургер, к сожалению. Дальше. Далее у нас буррито, которое я уже взвешивал, но взвешиваю еще раз, потому что эта буррито стоит 570 рублей, должно весить 350 грамм. Ну, больше 50 грамм где-то просто потеряно. Я просто сделаю вот так. Конечно, фольгу с амурой резать не надо, но ничего, я потом ее подточу. Но мы видим какое-то количество говядинки, какое-то количество бобов и все это внутри лепешечки. И какое-то количество сырного соуса. С одной стороны, по внешнему виду даже и докопаться не до чего. Другое дело, что я как-то привык, что буррито обычно наполнено мясом. Ну, то есть хотя бы наполовину. А здесь мясо только, так сказать, проглядывает. Ну, ладно. Так, я достану его и откушу. Удалив куски фольги, которые я сам отрезал. Попробуем. Ммм, есть даже какая-то острота. В остальном, это очень маленькая буррито. Довольно-таки посредственная. Уже подостывшая. Капусточка хрустит. Тесто есть. Это менее вкусно, чем обычная большая шаверма. Серьезно. А стоит как три шавермы. Хорошо, две с половиной. Слушай, это просто в два с половиной раза дороже, чем шаверма. Но здесь очень немного мяса. Я не чувствую никакой особенный хитрый вкус. Там бобы, фасоль, чувствую. Горох, что ли, вот это вот. Какие-то кусочки. По-моему, кусочки горошин. Но оно хотя бы чуть-чуть остренькое. Ладно, окей. У меня ощущение, что это рейстик, куда люди приходят бухать. Текилу. И по пьяни заказывают дорогую еду. Потому что жрать охота, а идти никуда не охота. Вот, я думаю, это так работает. Такос с лососем и креветкой. Ну, типа... Сереж, ты видишь лосось или креветку? Он даже в видоискатель посмотрел. Слушай, я... Это морковь еще, да, наверняка? Ну, вот это морковь. Там что-то какие-то вроде как есть. Ну, ладно. Оно, наверное, 9 на дне. Так вот. 530 рублей за 250 грамм. Им абсолютно наплевать на собственные граммовки. И как это подано. Почему? Потому что вот фотка. Вот фотка, как это должно выглядеть. А здесь, я так понимаю, что лососик, креветка где-то внизу или что? Давайте я открою. Так, ну что там, видно? Ну, креветку я вроде как вижу, но она настолько мелкая. А, вот, вот она. Вот она, вот она. А где лосось? Может, лосось во втором такосе? Может, в одном лосось, а во втором креветка? Да! В одном лосось, а во втором креветка. Так, ладно, давайте я полью все это дело вот так вот. Ну, попробую. А почему лосося тогда нету в одном? Ладно, бог с ним. Я уже хочу попробовать. Ну, овощей довольно много. Попробуем. Креветка чувствуется. Что-то типа кинзы чувствуется. А, соус просто зелень с кефирчиком. Лепешка абсолютно не хрустящая. То есть, это просто абсолютно мягкий лаваш. Но сочетание, черт подери, вкусное. Мягенькие, хрустящие овощи. То есть, помидорка, огурчик, значит, салатик. И за счет соуса все это сочное. Это все равно стоит как две шавермы. Ну, ладно. Это съедобно. И особенно шоты с текилой я бы этим закусил. Далее у нас идет эскалфадо. Но я вижу пару яичек пашот. Вот они. Даже жиденькие. Подожди, одно жиденькое, второе, по-моему, нет. Странное. Сейчас. Окей, сначала давайте взвесим. Эскалфадо. 250 грамм должно быть. Окей, здесь все норм. Но я вот чувствую, вот одно яйцо пашот прям пашот. Да? Ну, то есть, видно, Сереж? Да, да, да. А вот тут, не, второе норм. Показалось оно мне более твердым. И, собственно, из этого мы можем собрать... Блин, зачем они поджарили булку? Но потом положили ее вместе с влажным пашотом, влажным лососем, влажным всем. То есть, они ее поджарили, но при этом абсолютно она стала мягкой. Здесь много ума не надо для того, чтобы взять немного лосоцца, немного соусца и кусок пашотины. Лосось выглядит посредственно, потому что он лежал рядом с теплыми яйцами пашот и подварился. Но, ну, народ, какая мораль? Не кладите лосося с яйцами пашот. Это лосось слабой соли, но он прям конкретно тепло подварился. Если собрать все это вместе, получается вкусный, типа, сальсовый бутер. Господи, гуакамольный бутер. Можно ли сказать, что это стоит 460 рублей? Ну, в ресторане может быть. Там не будет и булка не будет мягкой, и лосось не подварится. Как это доставили, это полный кал. Как это в рестике, наверное, нечеток. Но прежде чем мы перейдем к следующему блюду, давайте ваши комментарии из-под предыдущего славного обзора. Ботча пишет, если дружие, попробовав блюдо, начинает биться в припадках, значит оно вкусное. Биться в припадках? Ну, смотри, если я начинаю биться в припадках, типа, как будто на меня снизошли ангелы и божественную амброзию вложили в мою стату, наверное, да. А если у меня на губах появляется пена после опробования блюда, то, наверное, это что-то с ним другое. Игорь Домнин пишет, с утра куда-то ехать позавтракать. Я перед работой в туалет только успеваю сходить. Это чистая правда. Я, народ, смотрите, у меня какая тема. Я встаю всегда. Если я встаю раньше 9 утра, я убит к хренам. Если я встаю в 6 утра и раньше, типа, в 5 утра, куда-то нужно ехать, что-то делать, я зомби. То есть я человек, которому может что-то говорить, и я такой вот, нет, 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 нет. То есть у меня, я витаю в собственной вселенной, я абсолютно не дееспособен. А некоторые встают, типа, в 6 утра, в 7 утра, в 8 утра, делают зарядку, сука. Как человек, встав, блин, в 6 утра делает зарядку? Я в 6 утра коматос просто. Я такой, типа, убейте меня, пожалуйста, давайте отменим все поездки, все дела. А люди, между прочим, успевают. А я встаю в 8 утра каждый день и делаю себе завтрак, и ничего, нормально. Окей, ты едешь куда-то завтракать, и ты делаешь зарядку в 6 утра, в 8 утра. Нет, я не еду куда-то завтракать, я делаю себе сам завтрак. Но зарядку я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Я с утра ничего не ем, я ничего не делаю. Максимум, на что мне хватает, если я встал в 6 утра или в 8 утра, это я вываливаюсь, и меня можно допинать до двери, типа, докатить, как вот что-то мертвое, докатить до двери, и чтобы я в машину сел. Я не знаю, как у людей это получается. Я с тобой согласен, Игорь. О, Серег, смотри, какой милый комментарий. Ярослав Прерва пишет. Это просто обычный добрый комментарий со словами благодарности всей команде славного дружа просто за то, что они есть. Ми, ми, ми. Я хотел что-то сказать, но скажу просто спасибо. Спасибо. Маша, передай спасибо. Спасибо. Комментарий от Lucrezia, Lucrezia Bordia. Что у вас за ники? Ну ладно. Овсянку с доставкой это, на мой взгляд, крайняя степень зажратости. Прямо-таки пост-ирония зажратости. Тот продукт, который не съем и за деньги с доставкой. Полностью с тобой согласен. Я, короче, объясню. Я очень часто говорю, типа, я не бедный парень, вот это вот все. Да, у меня сейчас есть деньги, чтобы заказать себе овсянку с доставкой. Я не закажу себе овсянку с доставкой и за 100 рублей, и за 50 рублей. Просто потому, что заварить себе овсянку можно, даже если у тебя кухни нет, ее в чайнике электрическом можно заварить. И она будет свежая и вкусная, если туда сцепануть сливочного масла, само собой. Нормально так. Но некоторые люди настолько вообще не хотят прикасаться к готовке еды. Я их всех осуждаю. И пошли они нахер, кроме моего менеджера Лены, потому что она действительно не любит готовить. И я ее люблю всей душой. Но все остальные пошли нахер. Типа, камон, если ты не можешь делать овсянку, то что у тебя? У тебя вообще руки из жопы растут, что ли? Что бутерброд с доставкой себе заказывать с сыром и ветчиной? У тебя вообще, типа, я не знаю, тебя в детстве на пол роняли, что ли? Яичница, яйцо пашот с доставкой, сука. Яйцо пашот, это яйцо, которое разбили в горячую воду на 2 минуты. Вы что, куда ли это заказывать себе с завтраком? Нет, некоторые люди такие. И, понимаете, я сейчас как бы повторяюсь, я как бы типа не бедный, но я до сих пор не могу этого понять. Я никогда не буду себе такое заказывать. Даже если я буду зарабатывать миллиард долларов в день, я не буду себе заказывать с доставкой овсянку. Просто потому что она вкуснее, когда ты ее сам сделал. Такие дела. Так, фахитосы. Странно, странно. То есть реально мясо с овощами, просто мясо с овощами, с этой бэйби кукурузой. Просто обычно фахитос это лепешка. Ну на фотке, вот видите фотку, есть. Если вы загуглите, я думал, меня газлайтят. Я даже загуглил фахитос. Фахитос всю жизнь это лепешка. Да. Фахитос это лепешка, в которую что-то. Здесь лепешку никакую не приложили. Все, что мы можем попробовать. А, ну да, я забыл взвесить. О, оно вроде весит. 350 грамм должно быть. Ну, нет, да, даже. Короче, судя по громовкам, лепешку просто забыли. У нас в упаковках не было никаких лепешек. Ее просто не приложили. Почему? Пошли мы нахрен, вот почему. А, да, фахитосы стоят 750 рублей. Давайте попробуем. Ну, говяда. Говяда плотненькая, но жевать можно. Сальса. Я так понял, такой же кефирный йогуртовый соус. Да, это он. Скажу честно, это, если положить в лепешку и собрать вместе, было бы очень вкусно. То есть и говяда вполне себе прожевывается. И она слегка остренькая, и она жарилась, готовилась с перчиком. И эти микро кукурузинки хрустящие. И перчик есть, даже не переготовленный. Да? И на пару хороших лепешечек этого бы хватило. Другое дело, зачем прикладывать сальсу, если здесь все равно есть всякие овощи. Ну, неважно. И лучок даже. Это было бы очень вкусно. Но, где 50 грамм еды, непонятно. Где лепешки, нигде. Их не привезли. Остается есть вот так. Но в целом это вкусно. Энчеладос рыбная. Ну, энчеладосы, что из них возьмешь? 400 грамм. Народ, здесь конкретно нет 400 грамм. Здесь 200. 600 рублей? 590. Сколько ты думаешь, что там грамм? Вот так не взвешивая? Да. Сейчас скажу. От 180 до 210. От 170 до 210. Да. До 210. Но если коробку убрать еще. И что? Но не 400. Это 590 рублей. И что? Я вообще не могу понять, что там внутри. Рыба, что ли? Народ, это шляпа полная. То есть, я ем в основном тесто с тестом под тестом. И внутри я чувствую немного рыбы. Типа окушка какого-то. Поджаренного окушка. Но в основном я ем тесто с тестом под тестом. В раскисшем уже мягком тесте. И здесь 16, блин, слоев этого теста. И внутри капельку рыбки. Которая сама по себе тоже сухая. Тут, во-первых, граммовки в два раза. Нет, косячат могут все. И когда косячат на 5 грамм. Да, я такой, ну окей. Косячат на 30 грамм. Ну окей. Ну в зависимости от того, что есть это не сашими, само собой. Но когда косячат в два раза. И здесь столовая ложка жареной рыбки внутри. Это полный отстой. ИМХО, мое мнение, это полный отстой. Я бы за это 100 рублей не заплатил. Микелонес Конкеко. Кесо. Мидии. Мидии. Маленькие мидии. За 650 рублей 400 грамм. Опять же, мне кажется, что-то проблемы какие-то. Если я уберу фольгу, само собой. Ну без панциря-то поэтому чего нет. Ну мидии, чё? Просто малюсенькие мидии, за которые вы заплатите 650 рублей. Возможно, они какие-то багические. Поэтому я одну возьму, вот так разломлю. Чтоб вы понимали. Вот в каждой мидии будет вот такая штучка. Ну. Сливочки, укропчик. Может быть фламбировали вином. Поковыряться можно. Ну опять же, типа поковыряться. Под шот текилы я бы такое, может быть, и купил. Если бы мне было очень весело. Но с доставкой это заказывать, конечно, не надо. Но салат с кактусом сам себя не съест, само собой. И мне очень интересно, что это. Потому что я никогда не пробовал салат с кактусом. И хрен я его сейчас могу открыть. Чё-то. У меня проблема. А, всё, открыл. Салат с кактусом. 250 грамм за 450 рублей. Ну, само собой, с учётом упаковки не до вес. Ну да бог с ним. Просто вот такой вот, как сказать, небольшой салатик. Кабачечки жареные, листики всякого. Я так понял, что вот это вот кактус по вкусу как маринованный огурец. То есть это точно кабачок? Да. Это точно грибок? Да. Это точно лучок? Нет. Это баклажан. А вот эти маленькие штучки, вот эти вот маленькие зелёные штучки, вот эти вот, это типа кактус. Не знаю, народ, ничего я не чувствую в них особенного по вкусу, как маринованные, не знаю, там, листья алоэ, что-то зелёненькое, кисленькое в уксусе, абстрактное, не обладающее вообще никаким своим вкусом. Хотя вкус тех же артишоков я знаю, и он редок. А здесь, ну, салат с зеленью и с кусочками чего-то непонятного и гуакомолькой насыпано. Но 450 рублей возьмут, само собой. Какая мораль? Да, я не хочу как бы докапываться. Я знал, что Мексика не доезжает. Вопросы очень сильные по громовкам, особенно там, где в два раза они в два раза не доезжают, как с этими рыбными энчеладосами. Вопрос к составам некоторых блюд, где, опять же, в рыбных энчеладосах куча теста и всё. И столовая ложка поджаренной рыбки. Вопрос, где, значит, мои лепёшки, в которые я могу говядину завернуть, которая, кстати, вкусненькая. Рыба солёная, просто рыба подварилась от яиц пашот и стала невкусной. Просто рыба была сырая, малосольная. Зачем рядом с ней прямо положили варёные горячие яйца пашот, я не знаю. Бургер в три раза дороже, чем в Макдаке. Больше, чем в три раза. И при этом он такой же, как в Макдаке, но так колбаски добавили. И соуса практически никакого нет. Ну, то есть, я думаю, что Ля Катрина торгует алкоголем. Я думаю, что ты приходишь туда, ты бухаешь, ты веселишься. И когда ты подбуханный, весёлый и всякое такое, тебя пробивает на хавку, то ты просто заказываешь всё, что угодно. Заказывать оттуда доставку еды к себе домой абсолютно не нужно, это очень плохо. Не чудовищно, типа, не ужас, фу-фу-фу-фу-фу, а просто, ну, Серёг, как бы ты охарактеризовал данное заведение, вот, не нагнетая, а просто, вот, ты бы зашёл туда. Так, а что мне нагнетать? Я тут вообще не причастен. Я лишь смотрел, как ты ешь, и сам съел вот гока-моли, тост вот этот вот с яйцами пашот, и он мне показался прям супер-невкусным, и из этого всего блюда только яйца пашот нормальные. Вот, а всё остальное, оно, ну, если бы оно стоило, раза в три дешевле, тогда бы это было хорошее заведение, типа, фа-фу-фуд, где-нибудь, знаешь, стоит точка. А так оно слишком дорогое, слишком беспонтовое, и везде, ну, типа, если уж у них есть граммовки, то, мне кажется, их нужно придерживаться хотя бы немножечко. А там, где, знаешь, недовесов 200 грамм, недовесов 50 грамм, и причём, помнишь, ты достал буррито такой, а что она такая маленькая? Но даже если бы там было на 50 грамм больше, она бы не стала большим. Это очень маленькая буррито, почти за 600 рублей, за 570 рублей. Вот, вот, вот мнение Серёги. Своего славного дружа Обломов, кушайте много, кушайте вкусно, огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх, всем пока. Так, я надеюсь, вы поели под этот славный отзор. На телегу мою тоже подписывайтесь, не забывайте. Субтитры сделал DimaTorzok